Я Таран Андрей Валерьевич, родился 30.03.1977 года рождения. С 2000 года поступил на службу в управление госохраной, где и познакомился с Медведчуком Виктором Владимировичем и осуществлял его личную охрану. После окончания и увольнения с управления госохраной я продолжил службу в его личной охране и служил примерно 20 лет. 23 февраля 2022 года в час ночи я осуществил под руководством Мартынова Андрея Юрьевича два выезда вокруг территории нашего объекта по улице Медвинская для усыпления бдительности сотрудников полиции, которые были закреплены за нашим объектом. В третий раз мы выехали уже с объекта по улице Медвинской втроем. Мартынов Андрей Юрьевич, я и Медведчук Виктор Владимирович. Спустившись вниз по улице Монтажников, мы пересели в другую машину, где ждал незнакомый мне человек по имени Богдан. По прибытию в новый адрес по улице Яслинская 11В он нас оставил и уехал вновь. Вернулся через 20-30 минут, привезя с собой еще одного сотрудника повара. В мои обязанности входила охрана дома и охрана Медведчука Виктора Владимировича. Здесь мне была рассказана легенда, что этот дом снимают и арендуют семейная пара из Италии по имени Сандра и Света. Медведчук общался с женой. При ихнем разговоре я слышал слова как ФСБ. Они все сделают, они помогут. Где я слышал, что при ихнем разговоре, что будет готовиться побег с этого адреса, я предположил, что это будет скоро. Ко мне подошел Медведчук Виктор Владимирович и сказал, что в течение 20 минут за мной приедут военные. Через 20-25 минут в калитку позвонили, открыли дверь, и я увидел мужчину в черной одежде, и в руках был желтый кулек. Они поднялись оба наверх. Через 10 минут они вышли, и Медведчук Виктор Владимирович был уже в украинской военной форме, балаклаве и кепке. При разговоре со своей женой Марченко Оксаной Михайловной слышал, что побег готовит ФСБ, так как Беларусь и Россия уже закрыты, то, скорее всего, это будет через Приднестровье. По воде, через зеленку. Готовят это все сотрудники ФСБ под руководством Путина. Они вышли из калитки, их ждало уже две машины. Его посадили во вторую машину, и они покинули адрес Яслинская, 11-Б. Во время того, как он уходил, он сказал, что все, спасибо, ждите дальнейших указаний.